Всем привет подписчики и зрители канала Спроси Коляна. Сегодня мы рассмотрим с вами наушники достаточно известного китайского производителя BluDio. Модель называется Particle. Расскажу вам о плюсах и минусах этих наушников, что мне особенно понравилось, а что не очень. Я этими наушниками пропользовался практически две недели и мне есть что вам рассказать. Ну и в конце видеообзора я думаю сделаю свою собственную какую-то оценку. А сейчас друзья, прежде чем перейти к самому видеообзору, я бы вам хотел анонсировать свой интересный, прикольный, летний, очень легкий розыгрыш. Так что думаю вам понравится. Итак друзья, в честь того, что на моем канале сейчас 25 тысяч подписчиков, я кстати первым делом хочу поблагодарить всех тех людей, кто меня постоянно смотрит и хоть как-то поддерживает. Вы прям вообще огромные молодцы. В этот раз я решил разыграть вот такую вот интересную прикольную сумочку пляжную с подарками внутри. И сами понимаете то, что подарки у нас там далеко не будут пляжными. То есть это как раз таки категория техника и гаджеты. И лежать здесь может все что угодно. Так решил на самом деле не только я, так решили мои зрители, которые смотрели прямую трансляцию. И все проголосовали за то, чтобы пускай это останется неким сюрпризом. Вот. Собственно если победитель будет смотреть мою следующую трансляцию с розыгрышем, да, с этими итогами, и захочет показать, что там лежит всем-всем-всем зрителям остальным, то я буду не против, я покажу. Если он не захочет, скажет, я только сам буду смотреть, что здесь лежит, я собственно тогда показывать не буду. Пускай это все останется у нас тайной. Я посмотрел на свой прошлый розыгрыш. Многим моим подписчикам идея с подарком в виде рюкзака понравилась. И поэтому я решил повторить что-то подобное. Но свободных рюкзаков, сами понимаете, нет. Есть вот такая вот пляжная прикольная сумка. Все в стиле, как всегда, социальных сетей, блогеров и так далее. Вот с таким вот смайликом. Собственно в прошлом розыгрыше были максимально сложные условия. И многие, наверное, просто отказывались от этого участия. В этот раз я сделал максимально все просто. Нужно быть подписан на мои оба канала, если что, ссылки тоже в описании. Ну и оставить неограниченное количество комментариев. Почему неограниченное количество? Потому что в этот раз будет все намного проще. Мы не будем выбирать с помощью рандомайзера. Мы выберем по последнему комментарию, который будет оставлен под этим видео. Собственно это будет получается некий такой аукцион. Сами понимаете. То есть кто дал последнюю, так скажем, ставку, тот и победитель. Но и в этот раз вы просто оставляете комментарии. Можете хоть каждый день, можете хоть каждый час. В любую секунду, в любую минуту я могу просто начать прямой эфир и сразу же выбирать победителя. Потому что говорить точные сроки, когда, что, во сколько, я не буду. Ну иначе это будет просто как-то глупо, наверное. Потому что человек, которому придет уведомление, он сразу оставит свои несколько там 5-10 комментариев, чтобы что-то выиграть. Поэтому я не буду говорить, когда это будет розыгрыш. Но в любом случае это не будет через неделю, это будут ближайшие, так скажем, дни. Так что, друзья, пускай это все останется вот таким вот секретом. Раз у нас здесь что-то секретное лежит, пускай будет и сам розыгрыш в виде секрета. Просто оставляйте любое количество комментариев. Вдруг получится так, что вы сейчас оставите комментарий и после вас никого больше из участников не будет. Соответственно вы выиграете то, что здесь лежит вместе с этой сумкой. Ну что, друзья, а сейчас давайте я тогда сумочку эту уберу в сторонку и мы вернемся к обзору этих наушников. Итак, давайте, друзья, сразу рассмотрим на коробочку, чтобы к ней больше не возвращаться. Значит, у нас здесь есть информация на разных языках. Есть и на русском в том числе, и на английском, и на китайском. Вот, собственно, в комплекте что у нас идет? У нас идет кабель для зарядки и здесь сразу хочется отметить то, что он идет Type-C. То есть USB стандартный A и Type-C. И это очень-очень прям большой сразу могу поставить плюс, потому что в бюджетных наушниках мало где есть разъем Type-C. А мне, как владельцу MacBook, это очень удобно, когда я заряжаю свой MacBook, свою GoPro камеру, наушники, все через один разъем. То есть от одного блока питания. Это очень удобно. Я сразу бы поставил плюс данным наушникам. Ну и здесь, собственно, у нас идет еще также инструкция. Там, я не знаю, будет ли вам что-то полезное. Я думаю, что скорее всего нет. Тем не менее, здесь есть тоже информация на русском языке. И идут вот такие вот у нас сменные насадки. Есть маленькие, есть большие и есть средние, которые у нас уже одеты вот здесь вот. Это средние. Это у нас большие, это маленькие. Но сразу, друзья, хочется сказать, что это насадки, которые не похожи на стандартные. Давайте я вам сейчас покажу, как выглядят стандартные. Итак, друзья, вот так вот выглядит у нас большая силиконовая насадка стандартная, которая используется практически во всех наушниках. И вот так вот выглядит большая насадка, которая есть в данных наушниках. То есть вы посмотрите, насколько она меньше. Она просто укорочена практически в два раза. Соответственно, что мы получаем, что я могу вам сразу сказать. Поменяв насадки вот на такие, у вас наушники просто-напросто не будут залазить в кейс. Потому что здесь, сами понимаете, то, что есть углубления. Они у нас будут настолько больше, что они просто у вас не залезут. Вот видите, они будут просто упираться. Поэтому, друзья, вам нужно будет подобрать из набора ту насадку, которая вам больше всего подойдет. Итак, друзья, давайте теперь быстренько пробежимся по самому кейсу. Здесь качество кейса у нас достаточно такое хорошее. Не сказать, что это идеальные какие-то материалы здесь используются. Идеальный качественный пластик. Но в то же время не сказать, что он какой-то некачественный. То есть, это такой среднего уровня. Пластмасса здесь используется. В принципе, нормальный, хороший кейс. Он небольшой по габаритам. Вот так вот он у меня влазит в ладошку. По размерам. Ну, вот сами понимаете, то, что здесь есть пол-вотч у меня на руке. И вот такой вот размер у нас кейса. Небольшой, не тяжелый. В принципе, кейс меня всем устраивает. Более того, здесь есть, как я уже сказал ранее, разъем Type-C. Это очень-очень прям удобно. Меньше кабелей с собой нужно будет брать в дорогу. Собственно, здесь у нас крышка идет с неким магнитом. То есть, когда мы ее вот так вот чуть-чуть преподносим, она у нас обратно сама закрывается. То есть, некий такой доводчик. Соответственно, этот доводчик у нас не дает открыться в ненужный момент. То есть, когда мы хотим, мы можем открыть это просто спокойно одной рукой, одним пальцем. То есть, вот я открываю и вот так вот начинаю пользоваться. Можно сделать это и левой, и правой рукой. В принципе, не сложно. То есть, есть место открытия. Здесь прям спокойно можно открыть. Цвет у нас имеют наушники вот такой вот черный с золотыми окантовочками. В целом, всегда я знал, что черный цвет с золотым, он идеально сочетается. Но в данный момент с этими наушниками, наверное, все-таки я бы не хотел бы, чтобы здесь золотой цвет как-то выделялся. Потому что смотрится реально как будто какие-то серьги в ушах. Лучше бы, наверное, сделали полностью однотонно черными. Следующее, что хочется отметить, то, что здесь имеются достаточно мягенькие щелчки на вот этих механических кнопках. То есть, они не сказать, что какие-то тугие. Можно спокойно нажимать. Потому что, знаете, если будут у вас тугие вот эти вот кнопки, то будет ушам очень-очень больно. Тем более, то, что у наушников имеется вот такой вот дизайн. Здесь вот эта палочка, она будет тоже брать на себя небольшое давление. Соответственно, у вас, говорю, реально дискомфорта в ушах не будет при нажатии вот этих кнопок. Большой-большой-большой плюс у этих наушников есть это, когда вы слушаете музыку и снимаете один наушник, у вас музыка останавливается. Очень реально удобная фича. И хотелось бы, на самом деле, чтобы такая функция была, наверное, практически во всех наушниках. Ну, по крайней мере, на тех наушниках, которые стоят больше, чем 2000 рублей. Потому что это очень удобно. Не нужно нажимать, просто достали наушник и поговорили с кем-то, поставили наушник обратно, у вас дальше музыка продолжает играть. Ну и здесь, собственно, у нас вот эти вот маленькие дырочки, это микрофоны. А сейчас, друзья, давайте поговорим о плюсах и минусах этих наушников. И начнем мы, конечно же, с плюсов. Значит, в первую очередь хочется сказать, что здесь сам кейс и наушники, они достаточно удобные и имеют небольшие габариты. То есть сам кейс, он тоже вот такой вот небольшой и небольшие у нас наушники. Да, они чуть больше за счет вот этого дизайна, чем обычные капельки, которые просто бы в уши вставлялись. Но, тем не менее, вот такой вот необычный дизайн и они за счет этого очень удобно сидят в ваших ушах. Следующее, что хочется подменить, это как раз-таки вот такой вот магнитный доводчик в кейсе, вот такой вот крышечки. Соответственно, у вас он не будет просто так открываться и не нужно прикладывать какую-то силу, чтобы открыть этот кейс. Потому что есть наушники, где нужно прям, знаете, прям силой открыть и при этом он будет обратно закрываться только под вашим воздействием. То есть какого-то магнитика там нет. Здесь вот так вот все спокойненько, он закрывается и ничего не люфтит. Все достаточно крепко здесь держится. Следующий плюс, который хочется отметить, то что здесь имеется USB-C разъем, это редкость на самом деле в недорогих наушниках. И здесь прям я просто похвалил бы компанию за то, что наконец-то уже потихонечку, даже в бюджетных версиях, начинают переходить на Type-C разъем. Следующий плюс, который я бы хотел здесь отметить, это то, что наушники работают на Bluetooth версии 5.0. Здесь, соответственно, вы получите более низкий расход электроэнергии, да, в этих наушниках аккумулятора. Ну и, соответственно, будет более стабильный сигнал с вашим смартфоном, ну и с наушниками между собой. Потому что в Bluetooth версии 4 многие наушники имели проблемы. Ну, я в том числе с этим сталкивался, поэтому рассказываю все как есть. Следующий плюс, который тоже очень-очень важен, это то, что наушники имеют небольшую влагозащиту. Да, то есть вы можете заниматься спортом, ходить где-то, если вдруг попали под дождь, не снимая наушники. Но при этом, конечно, плавать в них, ну, наверное, не рекомендуется. А так, защита минимальная какая-то есть, и, в принципе, этого, наверное, более чем достаточно. Следующая функция, которая меня совсем прям порадовала, это когда вы снимаете наушники своего уха, у вас трек ставится на паузу. А когда вы наушник вставляете обратно в свое ухо, музыка продолжает воспроизводиться. То есть некая, знаете, функция play-pause, но достаточно вот таким вот удобным, так скажем, выниманием из уха вот этого наушника. При этом не нужно нажимать каких-то дополнительных кнопок. Это прям очень-очень удобно, и на самом деле мало где в каких-то бюджетных таких наушниках, даже если мы рассматриваем чуть наушники подороже, мало где такое вообще используется. Ну вот, в принципе, друзья, об основных плюсах мы поговорили. Давайте сейчас перейдем к минусам, что с этими наушниками не так, что мне в них не очень понравилось, что хотелось бы, чтобы производитель, так скажем, улучшил в следующей, допустим, версии таких же наушниках. И начнем мы, друзья, с высоких частот. Почему-то здесь в этих наушниках высоких частот прям чересчур очень много, в то время как низких частот мне прям очень-очень не хватает. Не знаю, почему такой вот перегиб, да, идет. Еще, кстати, по поводу громкости звука, громкости звука здесь, ну, как бы вроде бы хватает, но, опять же, хотелось бы, может быть, больше, потому что есть люди, которые любят слушать очень-очень громко музыку, и здесь, мне кажется, этим людям бы не хватило ни баса, ни громкости звука, ну, и в плане, допустим, высоких частот, наверное, хотелось бы, чтобы чуть-чуть было бы как-то поменьше их, да, потому что вот такой вот перегиб слушать, ну, мне было крайне неприятно. Вот, что касаемо, опять же, баса, я вот люблю насыщенный такой прям мягкий, хороший бас, здесь я его не почувствовал. Чтобы это все почувствовать, да, то есть громкость, бас, нужно будет сдавить ваши уши, а точнее наушники в ваших ушах, чтобы хоть как-то это все, знаете, у вас играло, ну, более-менее равномерно. Но, опять же, все равно не так, как, допустим, в других каких-то подобных наушниках, потому что я смотрел, я изучал, я слушал, и действительно, как бы, в некоторых наушниках, не знаю, с чем это связано, я сначала думал, что проблема может быть с вот этими амбишурами, вот, которые здесь имеются, но оказалось не в них дело, я их менял и пробовал. И получается, что баса все равно здесь не хватает. Что-то компания, видимо, сделала не так, либо, может быть, изначально они рассчитывали, что это будут наушники просто на, как бы, повседневную такую основу, знаете, то есть надел наушники и пошел слушать музыку. Поэтому, друзья, что хочется сказать, я бы этим наушникам, наверное, бы поставил оценку 7 из 10 баллов, чисто по моему личному мнению. То есть наушники в целом вроде бы как классные, все хорошие, то есть можно было бы смело бы рекомендовать, но, опять же, если вы делаете упор на хороший качественный звук, что-то здесь, вот, знаете, не так. Что-то компания не доработала, если бы поправили бы низкие частоты, поправили бы верхние частоты, средние, то все было бы окей, были бы прям вообще идеальные наушники. Ну, чисто мое мнение, может быть, я немножко придираюсь, ну, конечно бы, золотой цвет я бы тоже бы убрал, просто бы сделал наушники в чисто в черном цвете. Черный матовый цвет, все вроде бы как бы прикольно, все классно, Type-C, удобные, очень хорошо сидят в ушах, но вот что-то, знаете, со звуком компания не доработала. Хотелось бы чуть-чуть, чтобы они поправили. В общем, друзья, эти наушники сейчас стоят со скидкой примерно около 3000 рублей. И вот на самом деле, я бы, если покупал бы их по полной стоимости, это практически 6000 рублей, то вот тут бы я, наверное, бы точно бы разочаровался. Поэтому фактически, наверное, реальная цена им где-то в районе 2000 рублей, даже 3, мне кажется, немножко дороговато. Можно было бы, ну, более покруче вариант рассмотреть. В пределах 2000, вот если рассматривать, да, они будут играть неплохо, прям не сказать, что идеально, в то же время не сказать, что плохо. Они хорошо, нормально играют, но, как бы, знаете, не хватает. Возможно, это я уже придираюсь, потому что у меня есть с чем сравнивать. Ну, а в остальном, в принципе, я говорю, все как есть, все устраивает, все классно. Ну что, друзья, вот такое у меня сегодня получилось видео. Как всегда, не забывайте ставить пальцы наверх. Если хотите получать больше моих видеороликов, то обязательно оформите подписку на мой канал. Если вы уже подписаны, то обязательно нажмите на колокольчик получать все уведомления, потому что только так вы не упустите новых видеовыпусков. На сегодня это все. Всем желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok